Служба быстрого реагирования сегодня отмечает свой профессиональный праздник. 30 апреля 1999 года президент России утвердил День пожарной охраны. Этот день для всех специалистов особенный. Среди рабочих будней появляется минутка для слов благодарности от руководства и чувство гордости за любимую, но сложную работу. Пожарная охрана села Саюкино только-только приехала с вызова. Этой весной много работы, горят поля. Люди поджигают траву, часто пламя подходит к жилым массивам. На оперативность пожарных часто влияет отрицательное качество сельских дорог, создает препятствия и не позволяет в кратчайшее время добраться до нужной точки. Саюкинская пожарная охрана оснащена тремя машинами, плюс еще одна подвозит воду. Все это рассчитано на 9 сельских советов и на все про все штат из 18 человек. Но, как говорит руководство, в любую трудную минуту на помощь приходит Рассказовская пожарная часть. Ну, сложно-то и зимой тоже пожарные часто бывают, но сейчас засушливые. Вот опять начинается, все жгут травы, леса горят. Сейчас только с выезд приехали, две пожарные. Бывает и по три, по четыре раза выезжаем. Вот так вот, дремать не приходится. В прошлом году коллеги на праздник подарили новую форму. Саюкинские берегут ее, пока ни разу не надевали. Шутку говорят, что это праздничный вариант. А если надели, то форма специализированная, огнестойкая. Все как положено. День пожарной охраны сегодня отмечают работники всех пожарных подразделений. В Рассказовском районе огнеборцы есть и при колонии в поселке Зеленый, и в Платоновском лесничестве. В праздничный день благодарственные письма и грамоты получили лучшие сотрудники пожарной охраны. Работа этих мужчин всегда требует самодисциплины и мужества. Быстрого реагирования требует любая чрезвычайная ситуация. Пожар или небольшое возгорание – это всегда происшествие. 24-я пожарная часть готова к любым ситуациям. Справляться с ними помогает новое оборудование и техника. На протяжении многих времен пожары являются общими бедами, и только неравнодушные люди готовы приходить на помощь в любое время. Всех своих коллег, всех своих боевых товарищей и, самое главное, ветеранов пожарной охраны поздравить с 365-летием образования российской пожарной охраны. Более трех веков пожарные России стоят на страже, на защите граждан и имущества от огня. Это очень почетная, опасная профессия. Я хочу пожелать крепкого здоровья, счастья, благополучия, всего самого наилучшего. Опасная профессия для Геннадия Паршутина – это только на работе. А в душе он еще и талантливый человек. Берегу и кораблю, ласточки и соловьев, Каждому надо найти половину свою. В день пожарной охраны принято поздравлять действующих сотрудников, ветеранов и помнить тех, кто погиб на нелегкой службе. Среди поздравлений и пожеланий звучали добрые слова в адрес профессионалов. Председатель общественного совета Алексей Зыбин выразил благодарность и заметил, что борьба с пожарами – это всенародное дело. Поэтому пожарным он пожелал преуспевать в этом деле. Юлия Хлыстова, Степан Диколенко, Новости ТВ Рассказыва.